Казахстан Как мы помним, взрыв башни, где собрались обезьяны, привел к гибели многих соплеменников главы Цезаря. Вожак приматов, как бы ни был он лоялен к людям, не может оставить жертву своего народа неотмщенными. Фанатов франшизы особенно порадует, что в этой истории есть сцены, которые отсылают к оригинальной планете обезьян 1968 года. А философия на протяжении лет остается простой и сложной одновременно. Пока обезьяны все более приобретают человеческий облик, люди все более его теряют. Нет, война – это история жуткого конфликта, которого обе стороны могли бы избежать, если бы были чуть сдержаннее. Но нет. Конечно, как обычно, бывает на войне остаться должен кто-то один – человек или обезьяна. Интересно, что в премьерном фильме есть один нюанс. В то время как восстание было снято преимущественно с человеческой точки зрения, а революция уделяла равное внимание людям и их противникам, война становится на сторону обезьян и фактически предлагает зрителям болеть против человечества, борющегося за свое выживание. Никакой пощады, никакого мира. Это война. Обезьяны вместе – сила. Это поразительно. Вы чертовски умны. Вы сильнее нас. Но вы принимаете все так близко к сердцу. Такие эмоциональные. И я начал эту войну. Если на прошлой неделе мы с вами встречали ужастик про запертых в офисе людей, то на этой столкнемся с иным родом заточения. В разгар испанской сиесты в одном из городских кафе. Казалось бы, что может быть приятнее. Но вся кажущаяся прелесть в итоге оборачивается дикой историей. Именно так в русском переводе называется премьерный фильм режиссера Алекса Делла Иглесия. И хотя в оригинале он зовется бар, история разворачивается и вправду дикая. Дело происходит в непритязательном городском кафе, в котором собираются разные и большей частью незнакомые друг с другом люди. Гламурная фифа, бородатый хипстер, кровожадный бомж, цитирующий святое описание, и немолодая дама игроманка. А есть еще один подозрительный мужчина. И все бы ничего, только отделаться от такой компании не получится. Выйдешь на улицу, застрелит снайпер. Останешься внутри, погибнешь от неведомой болезни. И хотя фильм назван триллером, он на самом деле черная сатира на весь европейский социум. Представлены и высмеянные актуальные типажи и реалии современной европейской жизни. В общем, бездны смыслов и глубины образов, а не только страх за героя фильма, ожидает наших зрителей. Вполне вероятно, что мы уже мертвы. У кого ствол, то ты главный. Но вы об этом пожалеете. Судный день настал. Это новый апокалипсис. Кажется, что на прошлой неделе даже те из зрителей, которые страдают арахнофобией, не смогли устоять перед соблазном посмотреть новый фильм о Человеке-пауке. История про супергероя и его покровителя Тони Старка разорила казахстанских зрителей на 467 миллионов тенге только за первые выходные. Мировые кинозборы картины и вовсе превысили 140 миллионов долларов, что почти на 50 миллионов больше заработка предыдущей серии. А значит, перезапуск имел смысл. На втором месте у нас гадкий Я-3. Наш злодей Грю и его армия миньонов все еще не сдается. Судя по кинозборам, почти 248 миллионов тенге заработали они за вторые выходные. Весьма неплохо. На третьей строчке и с очень большим отставанием идут, а вернее едут трансформеры. Предательство Оптимуса Прайма и противостояние автоботов и десептиконов удивляют наших зрителей все меньше и позволили заработать всего 29 миллионов тенге. Лидером самых ожидаемых событий на этой неделе стал матч между футбольным клубом Хайрат и Скендер Белл. И это неудивительно. Второй квалификационный раунд Лиги Европы как-никак. И гости из Албании, прямо скажем, не самые простые противники. Матч состоится уже сегодня, а потому стоит поспешить за билетами. На второй строчке ожиданий концерт мастера хип-хопа и битмейкера по имени Пахтиер Мамедов. Родился он 29 сентября, а вот год всеми силами утаивает. Стал победителем премии Муз-ТВ в номинации «Прорыв года» и поразил всех своими песнями. Алматинец Джахалик порадует жителей южной столицы в конце августа. А между тем, билеты разлицаются уже сейчас. В рейтинг ожиданий также попали спектакль «Собор Парижской Богоматери» от Астана Опера, выступление Елены Ваенге и Наргиза Кировой, а также внезапный и приятный визит Эмира Кустурицы, который обязательно порадует киноманов в Алматы и не только. Настало время подвести итоги нашего еженедельного розыгрыша. Итак, обладателем двух билетов в кино на этой неделе оказался пользователь с ником Милкирином. Поздравляем и желаем приятного просмотра! И если у вас также имеется непреодолимое и жгучее желание сходить в кино бесплатно, пожалуйста, участвуйте в нашем розыгрыше. Для этого необходимо поделиться данным видео у себя на страничках в социальных сетях с хэштегом TikiToneLife65 и не забыть подписаться на наш Ньюсилд канал. И нам также будет приятно увидеть ваши комментарии и лайки по данным видео. А у меня на этом все. Я желаю вам приятного досуга. Пока!